Здравствуйте! В эфире канал «Россия-24» информационная программа «События недели» в студии Дарят Эдит. На этой неделе страна понесла невосполнимую утрату. На 1971 году ушел из жизни председатель Координационного центра «Мусульман Северного Кавказа» Муфти Карачаева Черкесии, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России Исмаил Хаджибердиев. Он умело выстраивал созидательный диалог между представителями различных конфессий национальности нашей страны и зарубежья. Проводить последний путь духовного лидера прибыли руководители регионов Муфти Северокавказских республик, представители различных органов власти и общественности. Подробнее о жизни и деятельности Исмаила Хаджибердиева Алихан Лепшоков. Он всю свою жизнь посвятил служению мусульманской умме. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Муфти Карачаева Черкесии Исмаил Хаджибердиев обладал мудростью и умением налаживать межконфессиональный и межнациональный диалог. Он первый Муфти нашей республики, руководил религиозным управлением с 1991 года. С 2003 года возглавлял Координационный центр мусульман Северного Кавказа. За многолетний добросовестный труд отмечен высокими государственными наградами, орденами за заслуги перед Отечеством, почета, дружбы имени Ахмада Хаджикадырова, грамотами и благодарностями президента России. Исмаил Хаджибердиев не пропускал ни одно важное мероприятие, как в пределах нашей страны, так и за границей. От имени многонационального народа и от себя лично глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов выразил слова благослово-лезнования родным и близким религиозного деятеля. Буквально недавно наш президент Владимир Владимирович Путин отметил высочайшей наградой государственной в канун его юбилея. Исмаил Хаджи прожил недолгую жизнь, но очень яркую. И хочу сказать, что становление нашей молодой Карачаева Черкесской республики в ее межнациональное, межконфессиональное согласие. Его заслуга здесь неоценима. Поэтому мои искренние соболезнования не только родным и близким, а всем здесь присутствующим, всем нам, всей нашей республики. Почтить память Исмаила Хаджибердиева пришли родные, близкие коллеги и представители администрации президента России. Главы Чеченской республики Рамазан Кадыров и Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Муфтий всех северокавказских республик, с которыми лидер духовенства ввел многолетнюю дружбу. Собравшись, отмечали, что он внес весомый вклад в сохранение духовно-нравственных ценностей и развитие ислама в России. Он всегда подчеркивал важность единства и взаимопонимания среди общества, создавая атмосферу уважения и сотрудничества. Мы его знаем как сильного духовного лидера. Он всегда работал на то, чтобы заниматься духовно-нравственным воспитанием подрастающих поколений всего нашего братского общества. Светлая память ему. Выразил слова соболезнования родным и близким Смаила Хаджибердиевой, председатель Совета Алимов Северного Кавказа Хожа Ахмед Кадыров. Был очень толерантный, находил общий язык с прихожанами, с верующими и даже неверующими, со всеми, кто умел ладить. Мы принимали его всегда как члены своей семьи. И он гордился этим, называя Ахмед Каджи нашего лидера своим братом. Мы это воспринимали как должное. Светлая память от Исмаила Хаджи. Исмаил Хаджибердиев был авторитетным и мудрым богословом, добрым патриотом своей малой и большой родины, большим интернационалистом. От имени архиепископа Пятигорского черкесского Феофилакта выразил слова соболезнования благочины Кисловодского церковного округа Протеерей Иоанн Знаменский. Исмаил Хаджи действительно был человеком-миротворцем. И поэтому наши происшествующие руководители, митрополит Феофан, митрополит Идеон, они воспринимали общение с ним как дружбу. И также воспринимает ее и сегодняшний, и нынешний наш правящий архиерей. Поэтому для меня большая, так скажем, ответственность. Сила обстоятельств. Они не могут сами, засвидетельствовать здесь свое молитвенное соболезнование, быть. И не только от Кисловодска, где он жил, где на жизнь все протекало, но все, что связано с северным благосостоянным Кавказом, засвидетельствовать о нашем сопереживании. Для нас это невосполнимая потеря. Наш Исмаил Хаджи обладал нескончаемой энергией, которую он направлял на реализацию многочисленных проектов, как религиозное образование и укрепление духовных ценностей, отмечали муфти регионов СКФО. Сегодня ушел человек, который положил свою жизнь на этом поприще. Одна из таких черт этого человека, это была доброта. В такой ситуации, руководя таким религионом, мусульманами, во все тяжелейшие времена он не терял чувство справедливости и не терял то чувство доброты, которое в нем было. Оно притягивало людей. Вчера вечером, сегодня вот мы думали, я лично сидел, думал. Он был не просто старшим товарищем, хотя ему были одногодки. Он был другом, он был председателем Конституционного центра мусульманцев и Кавказа. Он был прост в общении с людьми и умел находить верное решение. В любых ситуациях, отмечали те, кто с ним работал и знал близко Исмаила Хаджи. Совершеннослужители, они все уважаемые люди. Он был какой-то особенный. Ничего мимо него не должно было проходить, чтобы он не отреагировал. Горе людского, человеческая радость, все его касалось. И он относился искренне и к горю любого человека, и к радости любого человека. Он свое собственное принимал. Воистину, Исмаил Хаджи был патриотом нашей страны, патриотом нашей большой и малой родины, патриотом своей земли. И поэтому труд Исмаила Хаджи трудно переоценить. Мы потеряли очень большого человека с большой буквы. Это утрата не карачаевского народа, не карачаево-черкеси и не северного Кавказа. Это утрата для всей мусульманской уммы. Это личность, личность большой буквы. Это один из тех людей, которые делают историю. Это человек эпохи, эпохи, эпохи. Это огромная утрата для нашей республики, и в целом для Российской Федерации. Но будучи мусульманами, верующими, мы понимаем, что он всего лишь Аллаха. И просим его всемогущего, чтобы он наделал его всеми благами того мира. Высшая функция человека – это созидание и доброта. Как велит Всевышний Аллах, отмечал в своих интервью мусульманский лидер Исмаил Хаджи Бердиев. И, безусловно, он рассказал все эти слова о своих деяниях на своем жизненном пути. Исмаил Хаджи – отец двух дочерей и дедушка шести внуков. Творить добро, делать людям хорошее, несмотря ни на что. Некоторые начинают злиться, ругаться. Вот этого нельзя допускать вообще. Всевышний создал человека для того, чтобы он творил добро. И вот это вот его предписание надо исполнять и делать. Похоронили Смейла Хаджи Бердиева в его родном селе Первомайском. Алихан Лепшоков, Умар Тикеев, Олег Малхожев. Вести Карачаева, Черкесия. Слова соболезнования родным и близким известного богослова, внесшего большой вклад в развитие традиционного ислама в Российской Федерации Смейла Хаджи Бердиева, также выразили представители администрации президента и правительства России, патриарх всей Аруси Кирилл, главы различных субъектов, в том числе ЕФО и СКФО, руководители духовных управлений страны, представители общественных организаций, депутаты различных уровней и многие другие. После нападения со стороны вооруженных формирований Украины на жителей Курской области, глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов сообщил о готовности республики оказать пострадавшим посильную помощь. Представители правительства нашего региона уже связались с коллегами из Курской области, уточнили у них, в чем пострадавшие нуждаются в первую очередь. В настоящее время сформирован гуманитарный груз в объеме 20 тонн, куда вошли товары первой необходимости, в том числе медикаменты, вода, средства гигиены и продукты питания. Глава Карачаева Черкесии выразил признательность жителям республики, которые также хотят помочь попавшим в беду людям. Для перечисления средств открыт благотворительный счет регионального штаба «Мы вместе». По поручению главы Карачаевской республики Тимреза Рашиды Бориспича, мы оперативно связались с представителями Курской области для того, чтобы сформировать перечень товаров, которые в настоящий момент жителям действительно необходимы. В этот перечень вошли, безусловно, это чистая питьевая вода, продукты питания, это средства личной гигиены и медикаменты. В настоящий момент мы оперативно все сформировали, уже идет погрузка, и в ближайшее время груз будет доставлен по назначению. А, если можно, общий объем груза? Общей сложности у нас порядка 24 поддонов и 20 тонн груза примерно. На этой неделе прошла внеочередная 60-я сессия депутатов регионального парламента 6-го созыва. Само заседание прошло в онлайн-режиме. Депутатам предстояло утвердить ряд внесенных для обсуждений предложений. Теперь, если среднесписочная численность сотрудников на предприятии составляет более 100 человек, одно место должно быть зарезервировано для людей, которым сложно найти работу. Кроме того, внесены некоторые изменения в бюджет Карачаева-Черкесии. Это связано с увеличением поступлений. О некоторых нюансах рассказал министр финансов республики Вадим Камышан. Основные у нас изменения в данном законопроекте, конечно, направлены на поддержку семей и участников специальной военной операции. То есть мы сейчас сформируем резерв и по мере необходимости это основные изменения. Также у нас предусматриваются средства на послание нашего главы, которые были озвучены. Это в части поддержки семей, где дети, 6 и более детей, это к 1 сентября будут выплаты. Кроме того, мы увеличиваем и вьем средств на дополнительное качественное обеспечение, дорогостоящие препараты. Мы туда добавляем больше 100 миллионов рублей. Но это такие ключевые плюсы. Тоже, наверное, слышали, ремонт поликлиники у нас детской. Также предусматриваются средства на реализацию этих мероприятий. В Черкесске состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии Общественной палаты Карачаева-Черкесии между региональными отделениями политических партий, общественными объединениями и муниципалитетами республики при проведении выборов в единый день голосования 8 сентября 2024 года. Подробнее Алихан Лепшоков. Это тесное взаимодействие позволит нам провести большую работу в единый день голосования. И я уверена, что каждый из нас несет свой вклад, что выборы прошли у нас без каких-либо нарушений, отметила председатель Общественной палаты Карачаева-Черкесии Елена Ляшова. В рамках этого подписанного соглашения проводятся взаимные консультации, посвященные участию представителей сторон в наблюдении за голосованием, обменом опытом и совместной информационной деятельностью. Вы знаете, что Общественная палата открыта. И мы тесно взаимодействуем с нашими партиями. И мы очень благодарны представителям партий, руководителям региональных отделений. Потому что для нас очень важно, что Общественная палата, как вы знаете, не стоит в стороне избирательного процесса. Но мы понимаем, что вы главные, одни из главных участников данного избирательного процесса. После представителей пяти политических партий подписали соглашение с Общественной палатой республики. Мы уверены, что это сотрудничество позволит нам достигнуть хороших результатов. Чтобы выборы были демократичными, отмечали собравшиеся. Подписание соглашения проходит в достаточно дружеской обстановке. Я высоко оцениваю всегда работу и деятельность Общественной палаты. Потому что это такая организация, которая отражает все те чаяния, которые находятся у людей. И слаженная работа, конечно же, помогает реализовать многие задачи и многие проблемы решить. Также прошло подписание соглашения Общественной палаты с представителями общественных объединений и НКО. Во время заседания подписи поставили представители 23 организаций. Только общими усилиями взаимодействия мы сможем обеспечить участием представителей гражданского общества в наблюдении за голосованием в выборах. 2 числа, 2 августа, член Совета при президенте Брод Александр Семенович проводил круглый стол. И он сказал о том, что 47 общественных организаций по России заключили вот такие соглашения с Общественной палатой России. И назвал в числе первых Федерацию независимых профсоюзов России. Потому что это самая многочисленная общественная организация, которая объединяет более 20 миллионов человек. Естественно, в республике тоже это самая многочисленная общественная организация. Помимо этого подписали соглашение о сотрудничестве взаимодействия между Общественной палатой, Общественными советами, муниципальных районов и городских округов. Альхан Лепшоков, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня День строителя. Строители и ветеранов отрасли с профессиональным праздником поздравляет глава Карачаева, Черкесии Рашид Тимрезов. Вы представители той профессии, плоды трудов которой может видеть и оценить каждый. Наша прекрасная Карачаева, Черкесия построена руками десятков поколений строителей, архитекторов, каменщиков, отделочников, которые работали, созидали во благо современников и потомков. Труд хорошего строителя на века. Именно таким должен быть девиз каждого причастного к этой отрасли. Строить так, чтобы в основательности и качестве постройки, реконструкции или реставрации не было сомнений. Это особенно важно сейчас, когда, несмотря на внешнеполитические и экономические сложности, наш регион и страна в целом не отступают от намеченного в рамках региональных и федеральных программ. Мы активно строим и реконстрируем детские сады, школы, крупные спортивные объекты, парки отдыхов, дома культуры, жилищные комплексы, больницы и поликлиники, мосты и транспортную инфраструктуру. И нет в этом перечне чего-то более или менее значимого. Важно все. История не раз доказывала, что представители строительной отрасли, это и сугубо мирной профессии, порой совершают свой трудовой подвиг. Так отличились строители, которые восстанавливали нашу страну после Великой Отечественной войны. Нынешнему поколению созидателей также предстоит внести свой вклад в восстановление и развитие новых регионов России. И нет сомнений, что работа эта будет проведена на достойном уровне. Искренне благодарю вас за ваш очень важный и ответственный труд. В поселках Ударный и Мичуринский Прикубанского района в рамках нацпроекта «Культура» и региональной программы «Культурная среда» идет капитальный ремонт ДК. На какой стадии работая в поселке, носящем имя советского селекционера Ивана Мичурина, расскажет Алла Динаева. В 2000 году СПК «Мичуринский» нам передали безвозмездное это здание. Мы произвели ремонт своими средствами, косметический ремонт, без замены окон, без полов. Состояние, конечно, было ужасное. А в конце июня этого года начали капитальный ремонт Дома культуры поселка Мичуринский и уже перекрыли кровлю здания. Установили стеклопакеты, заменили электропроводку и провели часть отделочных работ в помещениях ДК. «Будет фасад отремонтирован, и внутри будет везде установлена плитка, отопление новое, душевые кабинки, будет установлена сцена, будет специальная танцевальная комната для детей, чтобы дети занимались, усовершенствовали свои навыки». И все эти работы строители планируют завершить к первому сентября. Добросовестно, учитывая все наши пожелания, трудятся они, говорит глава поселения. «По благоустройству работы будут продолжены. Дорога, которая связывает центральную улицу СДК Мичуринский, протяженностью 140 метров, шириной 6 метров, будет асфальтирована. Будет еще установлена детская площадка для детей». А на днях завершили капитальный ремонт центральной улицы поселка Мичуринский протяженностью 800 метров. «Заасфальтировали центральную дорогу. Как начиналась эта история?» «История начиналась с посещения администрации Прикубанского района. Был на приеме у главы Карачаева Черкесии Рашида Борисовича Темрезова. Так как он мне обещал сделать дорогу центральную нашу, которая соединяет школу, несколько соцобъектов, школу, администрацию и наш клуб. В общем, он мне пообещал. И в итоге вот у нас есть дорога. И очень хорошая». И не только дорога, а необходимости уличного освещения в поселке и детской площадке. Говорил на приеме главы республики житель Аслан Байрамуков. И на днях в поселке Мичуринский по поручению Рашида Темрезова начнут работы по проведению отдельной электролинии для уличного освещения. Скоро появится и детская площадка. «Как здесь вам живется?» «Хорошо. Дорогу нам построили, дорогу сделали за 10 дней, Аламат. Все хорошо». А юные жители поселка Мичуринский Амира и Марат охотно делятся своим мнением с нашей съемочной группой. «Песок покрыли. Потом тут асфальт сделали. Потом все засохло. Вот теперь такая дорога». «На велике катаешься здесь?» «Я да». «А раньше кататься на велике здесь?» «Ну, немного трудновато было». «А сейчас?» «Нормально». «А не страшно машины тут?» «Не, нет». А еще в этом году в поселке полностью заменили водопровод протяженностью 14 километров. Аладинаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, поселок Мичуринский. С момента пришествия в Карачаево-Черкесию стихии, которая оставила после себя немало проблем ряду населенных пунктов, прошло больше двух месяцев. О том, как с ними справилась региональная столица, в сюжете корреспондента Артура Махце. Черкесск не первый раз сталкивается с необходимостью оперативного возврата на привычные рельсы благоустройства после влияния сильных дождей и ветров. Снова заметно преображение дворов и улиц. Жители своими замечаниями также вносят лепту в облик родного города. Правда, есть то, что зависит в первую очередь от действий или бездействия обслуживающих организаций. Пришедшая в региональную столицу 31 мая текущего года непогода оставила после себя немало следов. От каких-то коммунальным службам избавиться уже удалось. Однако некоторые последствия града до сих пор представляют для людей опасность. Оставшиеся в оконных храмах некоторых многоэтажек стекла могут в любой момент упасть вниз. И хорошо, если в то время около дома никто не будет проходить. В противном случае беды не миновать. Люди не раз обращались в обслуживающие их имущество организации. Однако и через два месяца после стихии ответа не получили. У нас в соседнем дворе люди пишут, обращаются в управляющие компании. Управляющие компании сейчас неуправляемы. Я сама вообще-то старшая в доме. Я эту проблему очень глубоко знаю. Но повлиять, по-моему, на них некому у нас. Я не знаю. Но вот сейчас все равно вы сидите, по сути, под разбитыми стеклами. Да, конечно. Но это уже в безобразии. Но а кто? Это же работа управляющей компании. Неужели нет никакого выхода из сложившейся ситуации? Или реакция от управляющих компаний на заявления людей поступит лишь после несчастных случаев? В городском управлении ЖКХ рассказали, как воздействовать на тех, кому жители доверили свое имущество. Жителям многоквартирных домов, указанных, необходимо обратиться в свою управляющую компанию. И в случае, если управляющая компания каким-то образом игнорирует, надо обращаться уже в мэрию муниципального образования города Черкесска или же в госжилнадзор. Те, в свою очередь, будут выписаны предписания. Если управляющая компания не реагирует на эти предписания, предусмотрены санкции, вплоть до того, что их могут даже лишить лицензии. Если в вашем доме есть схожая проблема, не стоит ждать, когда представители управляющей организации придут и обратят на нее внимание. Незамедлительно реагируйте сами по предложенному экспертам примеру. Промедление может привести к весьма неприятным последствиям. Артур Махце, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево, Черкесия. Летний день год кормит. На перевале Гумбаши прошел ставший уже традиционным конкурс косарей. Необычные состязания на стыке спортивного азарта и старинных народных промыслов уже не первый год организовывает администрация Карачаевского района. О победителях и призах в материале Ахмата Халкечева. И в этом году необычные состязания собрали 25 претендентов на звание лучшего в старинном ремесле. Место проведения состязаний в одном из оживленных туристических маршрутов выбрано не случайно. Ведь гости нашего региона должны увидеть, что здесь живет народ созидающий, говорят организаторы. Также они с удовлетворением отмечают, что конкурс начал приобретать черты профессионально-спортивных состязаний. Я слышу, что уже заказывают инвентарь с Москвы, потому что они же интересуются. Я еще раз говорю, итальянские косарейские, австрийские, у них металл, по-моему, какой-то другой. И вот я интересовался, говорят, совсем по-другому они косят. То есть молодежь интересуется. Сегодня не только там смартфоном, телефоном, чем-то еще, а косами, велами, трудом. То есть это настоящий физический труд. Конкурс хоть и называется районным, соревнования являются открытыми. Принять участие может любой желающий. Соответственно, с каждым годом растет не только количество участников, но и их мастерство. Есть участники, которые участвуют уже первый раз в этом конкурсе. Соответственно, у них и козьба не очень. А есть участники, которые уже участвуют не первый год. У них, соответственно, и козьба намного лучше. И вот, как мы уже здесь видим, что практически в чистую здесь косят. И есть участники, которые уже вот в назря, в назрю идут. Это представители верхней моры и нижней тиберды. Территорию одного гектара с четвертью специальная комиссия разбила на участки по семь суток. Ну а кому какой достанется, конкурсанта определяли путем жеребевки. Кроме скорости, судейская коллегия оценивает и качество козьбы. Стерня после укоса не должна превышать пяти сантиметров. А волоки должны быть максимально ровные и недопустимо под ними оставлять нескушенной травы. По итогам аналитики экспертов, серебро состязаний и денежный приз 50 тысяч рублей достался жителю аула Нижняя Мора Энверу Лепшокову. Третье место и 25 тысяч рублей забрал житель аула Учкулан Хазыр Барлаков. Ну а лучшим косарем 2024 года признан житель аула Верхняя Мора Аслан Хачиров. Победителю вручили денежный приз 100 тысяч рублей. И по завершению соревнований гости и участники еще долго не хотели расходиться. Ну а праздничное настроение мероприятия поддерживала разнообразная концертно-развлекательная программа. А также гостям праздника продемонстрировали традиционное гостеприимство у гостев блюдами национальной кухни. Ахмад Халкетчев, Олег Малхожев, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевский район, Переволгумбаши. Карачаево-Черкесия не первый раз принимает у себя крупный спортивный турнир. В спорткомплексе «Юбилейном» представители более чем трех десятков регионов приняли участие во всероссийском отборочном соревновании по тэквондо. За перипетиями борьбы наблюдал корреспондент Артур Мхце. 328 человек из 34 регионов стали участниками всероссийского турнира по тэквондо, который прошел в стенах спорткомплекса «Юбилейный». Состязания в Черкесске являются отборочными на чемпионат, который пройдет в конце этого года. В числе почетных гостей президент Союза тэквондо России Анатолий Терехов, начальники региональных федераций по этому виду спорта, представители спортивных ведомств. Эти соревнования проходят уже традиционно и также по традиции. На данные соревнования приезжает достаточно большое количество спортсменов, которые уже имеют статус победителей и первенств чемпионатов Российской Федерации, победителей и призеры первенств международных соревнований Европы, спортсмены, которые являются членами сборной команды Российской Федерации. Хозяева турнира на кубок руководителя Всероссийского союза тэквондо не без основания рассчитывали на успех в отдельных весовых категориях, поскольку имеют в составе сборной несколько победителей и призеров крупных соревнований. Среди них медалист прошлогоднего чемпионата Амина Хутова, рассказавшая о том, почему выбрала именно эту дисциплину. Моя одноклассница тренировалась, занималась тэквондо, мне так стало завидно по-хорошему и я тоже решила прийти. Мне очень понравилось. С первой тренировки я вот решила, что я хочу этим заниматься. Вот уже 9 лет тренируюсь, мне очень нравится. Здесь каждый хочет завоевать дополнительную путевку и поучаствовать в конкурентной борьбе. Поэтому соответствующая подготовка у нас идет к нашему турниру, к домашнему. Что касается нашей сборной, у нас в принципе то, что мы планируем, запланировали на этот турнир, немножко отклонения, недобор пару человек. Соревнования прошли в напряженной и бескомпромиссной борьбе. В большинстве поединков победителя удавалось определять по последнему активному действию. В некоторых случаях судьям приходилось прибегать к помощи видеоповторов. В перерывах между состязаниями проходили церемонии награждения. Самыми счастливыми в такие моменты были, разумеется, золотые медалисты, которые вместе со статусом победителя получали путевку на главный турнир – ноябрьский чемпионат России по тэквондо. Артур Мхцемиха Каракелян, Вести, Карачао, Черкесия. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok